Игра со спичками обернулась несчастным случаем для юного дагестанца. Накануне в Махачкале цокольный этаж многоквартирного дома содрогнулся от мощного взрыва. Как выяснилось, за считанные минуты до происшествия на этом самом месте играл со спичками 11-летний мальчик. О состоянии ребенка и о причинах возгорания расскажет Хадижа Гурбанова. Такое ощущение было, как будто дом подняли и прям бабахнуло. И такой запах серии как будто пошел. И чуть-чуть такой тумани, такой светлый дым. Вы сразу вышли, да? Да, я сразу выгружала, и люди здесь были. У меня дома все стекла в этих комнатах разбились. В первом здесь сидели я и мои три друга. И он там вот у этого дерева спичку зажег, ему кто-то позвонил. Я не знаю, может, когда он кинул спичку, она потушилась, он пошел. Он ничего не говорил, так хочется, будто у него будильник прозвенел. И потом мы сидим, сидим, и через несколько секунд мы слышим взрыв. Детская шалость со взрослыми последствиями. 11-летний мальчик шел к маме на работу, но дойти до нее в тот день так и не смог. По дороге он из любопытства решил засунуть зажженную спичку в отверстие в стене многоэтажки. Но никак не ожидал, что поплатится за это цену из дороги. А это кто сейчас уходит? Он уже встал. Сейчас он находится в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. Комментировать произошедшее родители отказываются. Врачи оценивают состояние больного как легкой степени тяжести. Ребенок находится в удалительном состоянии, ничего ему в жизни не угрожает. Ушибленные раны, ссадины и ожог на лице. 0,5%. Тяжелый ожог? Нет, нет. Он еще обследуется. В принципе, жалобы у него таких особых нет. Я думаю, в течение недели все восстановится. Мальчик в саде и нам раскаивается. Говорит, никак не мог подумать, что все так обернется. Тетя же пострадавшего задается вопросом. Если взрыв произошел, значит была утечка. Подвальное помещение, куда попала спичка, находится в общедомовом пользовании. Жильцы хранили здесь бытовые принадлежности. Запаха газа, по их словам, они не чувствовали. Но почему же все-таки произошел взрыв, пытаются разобраться специалисты. Природный газ имеет свойство, если есть форточка, если есть окошко какое-то в этом помещении, где произошло. Это запах, он газ, он улетучит, он воздух входит. Он не имеется, он бы не сгорел. И даже обратите внимание, вот это, там где произошел хлопок, там паутина, она даже не обгорела. И поэтому сейчас говорить, что это от природного газа, это прежде временно. Несчастный случай с мальчиком потряс всю округу. Произошедшее явилось поводом не только для проверки исправности газового хозяйства и надежности коммуникаций, но и стало напоминанием о том, что спички детям не игрушки.